Всем-всем-всем мой огромный и горячий привет! Не хотите подкрепиться? Согласен, самое время! А что бы вы хотели поесть прямо сейчас? Не знаете? И я тоже не знаю. Так-так-так... Надо срочно что-то придумать, надо срочно. Есть идея! А почему бы нам не вспомнить рецепты самых удивительных блюд программы Хрюшев? И начнем мы с блюда, которое очень легко принять за один знакомый нам фрукт. Уже догадались? Да-да, это закуска мандарины! Ребята, смотрите, мы с Хрюшей уже собрали все, что нам понадобится. Продуктов немного. Тут сыр твердый, гвоздика и мята для украшения, плавленый сыр, чеснок, морковь, йогурт, соль и перец, и яйца, сваренные вкрутую и уже очищенные от скорлупы. Вы, конечно, заметили, что в рецепте ни фруктов, ни сладостей нет. Спросите, как из этого могут получиться мандарины? Очень просто! Зовите на помощь родителей из-за дела! Сыр и яйца натрите на крупной терке и выложите в большую миску. Туда же выдавите 2-3 зубчика чеснока. Добавьте йогурт, соль и перец. Тщательно перемешайте. Из получившейся массы скатайте шарики размером с небольшой мандарин. Отправьте их в холодильник на несколько минут. А тем временем натрите морковь на мелкой терке. Затем тертую морковь выложите на ладонь в виде лепешки. В центре разместите сырный шарик, оберните его морковью со всех сторон и плотно прижмите. Сверху воткните бутон гвоздики и листочек мяты. Вот видите, совсем не сложно. Зато удивить этим блюдом можно кого угодно. Но предлагаю на этом не останавливаться. Слышали когда-нибудь про пирог в банке? Ну что, Хрюша, если ты готов, слушай, какие продукты нам нужны. Слушаю очень внимательно. Осяные хлопья, молотые орехи, сахарный песок, сливочное масло, персики, лимонный сок, мёд, миндальная мука и немного тёртого имбиря. Ага, я всё понял. Этот десерт и на вид привлекательный, и на вкус великолепный. Но обязательно попросите маму, бабушку или старшую сестрёнку вам помочь. Ведь нам скоро предстоит использовать духовку. В миске смешайте овсяные хлопья, сахар, ореховую крошку и сливочное масло. Из персиков удалите косточки, мякоть нарежьте и выложите в блендер. Добавьте миндальную муку, лимонный сок, мёд и тёртый имбирь. Измельчите. В огнеупорной банке выложите сначала персиковую смесь. А затем овсяную выпекаете в духовке до готовности. Чувствую, как ваши кухни наполняются волшебными ароматами. Но это не повод отвлекаться. На очереди рецепт ещё одного удивительного блюда. Как насчёт фруктовых спринг-роллов? Неужели не пробовали? Тогда внимательно смотрите. Итак, Инна, что нам нужно, чтобы приготовить эти спринг-роллы? Бери свой половничек, сейчас всё скажу. Так, я уже взял. Нужны персики, малина, киви, клубника, натуральный йогурт, мёд, мята, немного лимонной цедры и тёплая вода для рисовой бумаги. Ого! Сколько вкусных фруктов! Ребята, это блюдо несложно готовить. Только попросите взрослых заранее нарезать фрукты. С остальным вы легко справитесь сами. Можете даже сделать для своих родных вкусный сюрприз. Например, наполник. Персики и киви нарежьте дольками. Рисовую бумагу замочите в воде на несколько секунд. Затем выложите её на доску и заверните начинку. В одни роллы персики и малину, в другие клубнику и киви. Подавайте с мятно-медовым соусом. Для соуса смешайте в блендере йогурт, мёд, мяту и лимонную цедру. Ну что, всего запомнили? Молодцы! Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И обязательно присылайте фото своих вкусных шедевров в мой инстаграм. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Лучших поварят ждут призы. А ещё не переключайтесь, смотрите самый семейный канал. Карусель!